Аврора и Микаэль направлялись в Читанц Орбхелленс Маунт Реал, спасательную станцию для кошек в Монреале, Канада, когда заметили что-то движущееся под кучей листьев и веток на обочине дороги. Когда они подошли поближе, то увидели бродячего котенка, который прятался под сухими листьями. Его дальнейшая судьба оказалась весьма удачной. Сейчас он из жалкого дрожащего существа превратился в красивого, уверенного в себе черного кота, который живет в любящей семье. Аврора и Микаэль из города Монреале в Канаде шли по дороге и у обочины увидели нечто, копошащееся под кучей сухих листьев и веток. Присмотревшись, молодые люди заметили, что из кучи торчат пучки шерсти и поняли, что там прячется кошка. Маленький бродяжка замер от страха и не сдвинулся с места. Пара была очень обеспокоена печальным положением котенка. Но животному очень повезло, так как по стечению обстоятельств Авроры и Микаэль были спасателями из Читанц-Орбхелленс-Маунт-Рей-Ал и направлялись именно туда. Прибыв на станцию по спасению кошек, они сообщили о находке Селин Кром, своей коллеге, которая мгновенно бросила все дела и отправилась на место, указанное молодыми людьми. Когда она пришла на дорогу, котенок все еще был там, он лежал, уткнувшись головой в листья. Он зарылся мордочкой в кучу мусора и замер, словно окаменевший. Таким образом он пытался спрятаться, сказала Селин в интервью, данном корреспонденту одного из изданий, связанных с жизнью кошек. Кром осторожно подобрала котенка, который не сопротивлялся и не пытался убежать. Он был так напуган, что трясся, как осиновый листок. Он был таким маленьким и очень худым, вспоминает девушка. Селин отвезла котенка прямо к ветеринару. Тот осмотрел его, сделал необходимые прививки и определил, что животному было 7 месяцев. Для своего возраста он был очень маленьким и худеньким, что называется кожа до кости. Овел себя крайне робко и прятался за игрушками. После этого Кром нашла для котика приемную семью, где о нем могли позаботиться и научить общаться. Его хозяйкой стала женщина по имени Летиция. Ему дали кличку Мика в честь Микаэля, человека, который его заметил. Медленно, но верно он начал привыкать к людям. Мике очень повезло, что его нашли как раз перед тем, как выпал снег, сообщила Селин Кром. После долгих и тяжелых испытаний котенок оказался в приемной семье, где ему предоставили тихое и уютное место. Когда Мику принесли домой к Летиции, он долгое время все еще был очень застенчив, но наконец смог расслабиться и немного поспать. Той ночью котенок заснул, плотно поев и оставив позади все заботы. Приемная мама накормила его вкусной едой, уделила ему много внимания и ласки, дав возможность адаптироваться к новым условиям. Чтобы помочь Мике преодолеть страх перед людьми, она нежно завернула его в полотенце и прижималась к нему, несколько раз в течение дня. Котенок сначала избегал зрительного контакта, но как только понял, что он в безопасности, начал потихоньку мурлыкать. Когда Мика был готов к общению со своими соплеменниками, Летиция познакомила его с другими своими кошками, и те взяли его под свое крыло. Глядя, как те уверенно взаимодействуют с людьми, котенок и сам стал намного храбрее, чем это было в начале. Обретя уверенность, котик начал проявлять интерес к своим собратьям. Сначала он был очень робким, но спостепенно начал доверять другим котам, отметила Селин. Мика присоединился к их компании и стал наслаждаться жизнью в новом доме. С обретением большей уверенности в себе черный кот продемонстрировал игривую и даже авантюрную сторону своей натуры. Он стал смелее привлекать к себе внимание людей. Помощь других кошек и безоговорочная любовь Летиции помогли Мике стать резвым котенком, без устали носящимся по дому, карабкающимся везде и всюду. Он стал доверчивыми и больше не убегал из страха, сказала Кром. Мика начал проводить больше времени с хозяйкой и даже ночью стал устраиваться поближе к ней. Таким образом, каждый день наблюдался определенный прогресс в его поведении. Некогда облезлый котенок, подрастая, превращался в пушистого кота-компаньона, получающего удовольствие от компании людей. Постепенно он стал следовать за хозяевами по пятам, чтобы постоянно находиться рядом с ними. Мика больше не хочет прятаться и ходит с высоко поднятой головой и хвостом. Дорогие друзья! Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал где найдете еще много интересного и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok